Данс, фестиваль, Евразия, шанс. Начинаем мы. Как видите, не так-то это и просто танцевать. Тем более, что жюри требует не только ритмичности движений, но и композиционной выстроенности танца. Сегодня мы на конкурсном дне фестиваля. Жюри почетное и вполне компетентное. Юрий Кашигин, председатель жюри, президент Южноуральской общественной танцевальной организации, художественный руководитель шоу-балета «Парадайз», город Челябинск. Александр Бармин, заслуженный артист Республики Татарстан, заведующий кафедрой современного танца Казанского государственного университета культуры и искусства. Мария Горшкова, педагог-хореограф досугового центра ЮРГУ, город Челябинск. Жюри оценивало мастерство танцоров в двух номинациях. Современная хореография и эстрадный танец. Четыре возрастные группы от 6 до 25 лет. На одном из конкурсов получилось так, что я даже не сдержался, когда танцевали детки, такие маленькие, все, и такие обаятельные, такие глазки прямо горели. Я сидел, у меня от радости, от каких-то внутренних эмоций, переживаний, я чувствую, у меня слеза на глазах, наворачиваются, я не могу ничего с собой поделать. Да, до того вот это было все здорово, до того это было все... Сегодня уже меня удивили и поразили. Здесь я научилась улыбаться, смеяться, не то что на гимнастике. То, как дети воспринимают, так подача, та энергетика, которая идет со сцены, это просто поражает и просто мы сидели и долго сами заряжались, как батарейки от этой энергии. Мне, например, очень понравились те постановки хореографические, в которых присутствует изначально сюжет, какая-то драматургия, соответственно, музыкальный материал подобран, и когда все это соответствует возрасту. Вот эти номера, конечно, смотрелись великолепно. У нас в образе и человека, и одновременно листьев. И, как бы, знаете, как вам объяснить, что, как бы, вокруг у нас природа, и есть выше человека люди, есть ниже человека, все одинаковые, как бы, жизнь. Когда девочка отделилась от всех, как бы, она там придумала, все листики замерзли, она шла, шла и кинула листики вверх, и смотрела, как они плалили. Может быть, и за нами тоже кто-то смотрит. Мне, мы же, нам кажется, что листочки, как бы, они маленькие, их можно пинать, а может, другим людям тоже кажется наверху, что нас тоже можно пинать. Дети не умеют ни лгать, ни притворяться, тем более в танце. И если тема им близка, то образ безупречен. Танцу они отдают всю энергию и радость, и не собираются отказываться от любимого дела. Для танца мы готовы на все, потому что мы любим танцевать, это наше постоянное занятие. И я хочу стать самым знаменитым танцем. А как ты будешь это в этой ситуации? Сначала я буду работать в коллективе, и мы вместе думаем, что пробьемся. Мне лучше быть разогретым, чем быть с плохим зрением или лентяем. Растягиваться, получать удовольствие. Мне хорошо на танцах. Да мы живем этим, для себя, для себя, для себя. С самого детства вот этим живем. Чтобы жизнь стала веселее. Чтобы подарить радость людям. И все. Чтобы быть нескучными. И чтобы сами люди улыбались. Я понимаю, что ваши дети – это лучшие дети на свете. Но вот очень было детей с невоспитанными, очень невоспитанными. Брифинг – дело нужное. Все замечания и минусы – не в бровь, а в глаз. Жюри ставит три акцента. Постановка, балетмейстера, композиция, исполнительское мастерство и имидж. А это музыка, костюмы, актерская игра и эмоциональность. Где-то не хватает немножко техники исполнения у детей. Но это, видимо, потому что дети еще не так долго занимаются хореографией. И у постановщиков, у руководителей коллективов, мне кажется, не очень… Не хватает каких-то завершенных, композиционных, выстроенных работ именно балетмейстерских. Дети – они всегда молодцы. Я просто видела по их глазам, они не понимали, о чем они танцуют. Тема интересная, номер потрясающий, по постановке, по раскрытию, все хорошо. Но дети не понимают, о чем они танцуют. И они танцуют. Они танцуют, они делают заученные движения. А самое главное требование – хореографическая тема должна соответствовать возрасту исполнителей. Идею танца нужно не просто понять, а по-настоящему прочувствовать, пропустить через сердце. В танце, наверное, самое главное – это влиться в тот образ, который ты танцуешь, и чувствовать себя уютно в танце, и понимать его смысл. Вот, наверное, это главное. Преступления понравились нам очень. Ребята заводные. Ну, видно, что с настроением приехали работать, получать какие-то призы и баллы. Борьба за баллы серьезная. Каждый коллектив претендует на победу. Многие уже собирают вещи для поездки в Сочи на Международный фестиваль надежды Европы. Сильные, достойные соперники на сцене. Но и коллеги – друзья за кулисами. Да, борьба всегда чувствуется, потому что коллективы сильнее, что вчера, что сегодня. Поэтому борьба, да. Едут, чтобы бороться. При Сочи бесплатно ехать на конкурс надежды Европы. Техничность очень высокая, очень профессиональная. Выросли коллективы даже по сравнению с прошлым годом очень сильно. Хотим показать свое мастерство, свой талант. Хотим, конечно, безусловно, что-то, так скажем, получить от этого. Ну, то есть, в данном случае, хотя бы занять, в общем-то, быть в тройке лидеров этого конкурса. Ну, и просто для себя знать, как двигаться дальше, в каком направлении. Эти дети – как неотесанный камень. Только педагоги могут сделать из них настоящий бриллиант, чей свет будет затмевать всех. Но разве легко работать с детьми? Очень сложно работать, потому что, во-первых, сейчас, ну, как мы работаем с детьми разного возраста, вот, и каждому нужен свой, как говорится, подход. Вот, мы ищем этот подход. Дети сейчас сложные, сами знаете. Поэтому работа сложная. Но мы стараемся делать из них хороших людей. Надо отдать должное педагогам, которые делают чудеса. Вспомните эти 10 лет, да? Лопались банки, ломались фирмы, всякие у нас неурядицы были. А педагоги были с детьми и сделали чудо. Когда говорят, что дети – наше будущее, не верьте, дети – наше настоящее. А наше настоящее, как губка, впитывает все новое. Вот и сейчас ребята учатся танцевать джаз и стрит-джаз. Такой, какой танцуют на экранах телевизоров, на мировой сцене. Прежде всего, это развитие. Потому что один хореограф, один руководитель – это, конечно, очень хорошо. Но нужно брать шире, брать новые стилистики и пропускать через себя. И только тогда ты приходишь к чему-то такому универсальному, неповторимому, что изоценится в танцоре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз. Это нужно прочувствовать самим. Это не просто классика. Это гораздо выше и больше. Это прежде всего эмоции. Все в предвкушении. Кто будет признан победителем? Кому достанется кубок Гран-при? Овации и цветы. Но прежде всего, ребятам не стоит забывать, что главное не победа, а участие. Поменьше слез, чтобы не ревели, если проиграли. Потому что многие дети расстраиваются очень сильно на эмоциях. Конечно, это все тяжко. Не надо расстраиваться детям. В следующий раз будет победа, значит. Мы постараемся их не расстроить. Единственное, что очень мало первых мест. Но мы бы каждому по первому месту дали. Данц-фестиваль Евразия Франс.